Отлично. Соответственно, новая редакция 11.52, она от 18.10.2023 года, совсем свежая. Соответственно, изменения, как я уже сказал, не такие критичные. О чем-то Андрей Андреевич, что-то он затронул, но тем не менее. Базовые параметры, соответственно, они перед вами. То есть они, по большому счету, не изменились. Предметом субсидии является разработка компонентной базы, подходящей под кодировку 26.1, соответственно, ОКПД. А, соответственно, модули, как отдельная сущность, о ней Андрей Андреевич вначале в самом сказал. Собственно, по условиям предоставления все так же, 7 лет, максимальный срок реализации проекта, 5 лет, может длиться сам. ОКПД, сама разработка непосредственно за 2 года, потом необходимо уже достичь TPI по выручке, по рабочим местам. Сейчас мы пару слов об этом тоже скажем. Минимальная сумма проекта – это 50 миллионов рублей, в связи с тем, что существуют прекрасные работающие инструменты, которые именно до этой суммы финансируют проекты. Там Сколково, по фонду Бортника, там есть программы, в которых они выступают операторами по линии Минпромторга и финансирования от Минпромторга. Соответственно, максимальный размер ежегодный – 1,5 миллиарда. То есть, естественно, максимальный размер, в принципе, самой субсидии – это 7,5 миллиардов рублей. Предполагается софинансирование, 10% – все, ничего не изменилось в этом разрезе. Определенные требования к организации, они существуют, они перед вами. То есть, справа, в правой части экрана, на который вы сейчас смотрите, это, соответственно, по численности. То есть, можно эту численность посмотреть в первом листе расчета страховых взносов. То есть, непосредственно, сколько человек в штате организации. Мы сталкивались с интересными историями, когда коллеги не совсем понимают, кто является сотрудниками, скажем так, до конца организации. Кто на субподряде не считается. В БПХ, прочее. То есть, если на 0, 1 по 0 ставку у человека оформить, тоже это может не засчитываться, как среднесписочная. Поэтому прошу на это отдельное внимание обратить до начала конкурса. Если кому-то, кто-то там находится примерно на минимальном уровне сотрудников, условно доступно для участия в конкурсных процедурах. Ряд требований, которые предъявляются к организации, они не относятся к некоторым структурам. Скажем так, всего два варианта сейчас. Это НПО КИС. То есть, соответственно, организации, которые учреждены субъектами в Российской Федерации. Там Москвой, например, или еще кем-то. Какие-то научно-исследовательские центры и прочее. Соответственно, три года организация должна существовать. Либо являться системообразующей организацией, или ее дочерним обществом. То есть, либо же внучкой. То есть, например, дочерней внучкой. Тоже возможно. Соответственно, имеет опыт реализации не менее одного аналогичного проекта, в результате которого создан рид. То есть, тоже важный момент. Конечно, необходимо, в принципе, иметь опыт, подтвержденный созданием какого-либо рида, чтобы принять участие в конкурсном отборе. Он отсутствует задолженности, не является иностранным юрлицом. То есть, и так далее. Соответственно, это, в принципе, достаточно стандартная история. Что касаемо результатов, которые необходимо будет достичь, наконец, реализации проекта. То есть, они перед вами. Они включают в себя объем выручки, который градируется в зависимости от того, какой тип продукта вы подаете. Это либо ЭКБ, либо модули. Соответственно, объем выручки разнится. То есть, если это модули, то это 100% от субсидий. Минимальный объем выручки необходимо показать, наконец, реализации проекта. Соответственно, если это ЭКБ, то 50%. Также, наконец, реализации проекта необходимо создать как минимум один БТРМ. Экспорт показывает необязательный, в отличие от 109-го. Постановление, да, он дает дополнительные баллы при экспертной оценке, но не является отсекающим фактором. То есть, если его нет, то нет. Ну, желательно, конечно, заявить какой-то хотя бы минимальный, чтобы набрать баллов побольше. Соответственно, необходимо создать какой-либо рид, на конец реализации, ну, и привлечь вне бюджета. Часто нюансы, о котором тоже могут коллеги иногда попадать в заблуждение, скажем так, или какие-то затруднения с этим встречать, это то, что продукцией проекта является то, что заявлено непосредственно в бизнес-плане и других заявочных документов. То есть, ну, это, в частности, относится к тому, что крайне сложно и практически невозможно отчитаться там конечным каким-то изделием, в который входит модуль или КБ, который вы разрабатываете. То есть, необходимо продавать третьему верлицу непосредственно продукт проекта, модуль или КБ, линейку модулей. Соответственно, по части создания высокотехнологичных рабочих мест существуют определенные требования, то есть, то, что зарплата должна превышать сотрудника, который работает на этом ВТРМе, среднюю по региону профильное образование должен иметь вложение в это ВТРМ, оно должно составлять не менее 500 тысяч рублей, соответственно, в его создании. И оно должно быть, соответственно, оборудовано и оснащено соответствующими современными САПРами, там, вычислительными мощностями и прочее. Яков Игоревич, пару слов расскажите про возможности продажи новой через третьих лиц, собственно, производителей, экспортеров. Да, теперь, как и по аналогии в студентном постановлении, в 12.52 есть возможность использовать третьих лиц, производителей, с привлечением, условно говоря, этих лиц вы можете производить свою продукцию у, допустим, контрактных производителей, и более того, производитель может выполнять работу, связанную с продвижением и реализацией продукции на внутренней и зарубежной рынке. Соответственно, понятие экспортера, это просто, по сути, организация экспортера, через которую вы можете продавать продукцию на экспорт. И, соответственно, это все пойдет в зачет целевых показателей. Спасибо. Соответственно, существуют определенные виды затрат, на которые можно потратить непосредственно средства, предоставляемые в рамках субсидий, и такие же статьи затрат, которые предполагаются из внебюджетного финансирования, то есть за счет собственных или заемных средств. Некоторые изменения тоже произошли в статьях затрат, которые можно за счет средств субсидий покрывать. Первый остаток изменений – это расходы на оплату труда работников, занятых в проектах и на инженерный состав. Собственно, тут накладные изменились, не более 150%, теперь это составляет от суммы расходов на оплату труда работников. Можно также часть работ передать на субсидий, это теперь ограничено 50% от общей стоимости комплексного проекта тоже не такое появилось у нас. Расходы на приобретение ридов интеллектуальной собственности также остались на изготовление фотошаблонов, технологической оснастки, собственно, это тоже можно покрыть из средств субсидий. Отдельно стоит отметить, что купить оборудование нельзя, хотя очень хотелось бы, но, не менее, соответственно, его можно взять только в аренду либо в лизинг, соответственно, эта статья расходов тоже нормирована. Есть возможность изготовления опытных образцов, а также субсидирования первой партии серийной продукции. Якович, пару слов про первую партию серийной продукции. У нас какие-то изменения нас ожидают или нет? У чего-то Андрея Андреевича надо было спросить важное дело. Или это, опять же, субъективно, то есть оценивается возможность? Нет, ничего не изменилось. Объем первой партии – это такая субъективная оценка, то есть какого-то четкого регламента по объему первой партии нет, но единственное ограничение, которое было и сохраняется, это то, что расходы на изготовление первой партии можно субсидировать в размере не более 50% объема таких затрат. То есть, если первая партия стоит миллион рублей, можно субсидировать не более полумиллиона. Спасибо. Ну, собственно, вот расходы на лицензии САПР, доступ к СКП и так далее, это также осталось. И теперь расходы на создание и модернизацию ВТРМ, я так понимаю, что их вынесли, правильно, Игорь Владимирович? Да, да, да. Их теперь вынесли из состава накладных расходов, соответственно, проблем с накладными должно стать меньше. Ну, вот тоже такое нововведение. Соответственно, чтобы показать небюджетные затраты, то есть, можно примерять те же статьи, что и часть небюджетных, а статьи затрат, также есть и дополнительные статьи, которые не относятся к бюджетным статьям, насчет которых можно показать бюджетное софинансирование. Соответственно, помимо таких же существует возможность показать статьи затрат на обучение, на продвижение продукции, в числе и на командировочные расходы, также на приобретение влияния в других организациях, которые необходимы для реализации проекта, которые обладают на каком-то научно-техническом сделке. на пост Татьяну Завтра отсказали, что из нового, то есть, отчетность будет сдаваться теперь по аналогии, в том числе и со 109-м постановлением. Я хочу, по сдаче отчетных два слова скажите по срокам. Пожалуйста. Да, ну то есть, отчетный период, как и был, так и остается, это один год, но который начинается с 1 октября, заканчивается с 30 сентября. То есть, как бы ежегодную отчетность вы сдаете каждый год 31 октября, то есть, через месяц после окончания отчетного периода. То есть, еще раз, отчетный период начинается с 1 октября, заканчивается 30 сентября. Вот, но также теперь по аналогии со 109-м предусмотрена ежеквартальная отчетность, то есть, 25-го числа следующего месяца за кварталом предоставляется промежуточная корочная отчетность в Минпромторг. То есть, условно говоря, 25-го апреля, 25-го июля и так далее. Спасибо. Спасибо. Ну, соответственно, помимо отчетности, да, то есть, мы тут говорим о возможностях, скажем, отклонениях и штрафах, которые следуют при недостижении каких-то определенных KPI, которые были заявлены в проекте, это и отклонения там более чем на 30%. Соответственно, также есть возможность вносить изменения в соглашение не более двух раз в год. Для чего, собственно, есть определенные основания, которые прописаны непосредственно в самом постановлении и также это рассматривается экспертным советом целесообразность в внесении таких изменений в соглашении компании. Естественно, надо учесть, что внесение подобных соглашений эта история достаточно растянутая во времени, поэтому к этому стоит подходить максимально взвешенно с точки зрения планирования изначально проекта, понятно, что есть ворс-мажоры, какие-то отклонения, но по максимуму продумать на старте где эти, они могут возникнуть, чтобы не пришлось износить какие-то изменения в соглашении, которые, во-первых, можно не получиться внести, а во-вторых, может сильно растянуться во времени, срок внесения и заключения доптиков до полугода. Соответственно, условия расторжения, такое тоже возможно, они также перед вами, то есть, если кардинально не достигать каких-то показателей или нарушать период сдачи отчетности и прочее, то можно, соответственно, и попасть на расторжение соглашения со всеми вытекающихся с возвратом субсидий и судебных разбирать. Как уже сказал Андрей Андреевич, кардинально методика экспертной оценки, она не поменяется, в этот раз эксперты будут руководствоваться в принципе той же, что и было до этого, то есть, она перед вами, может, некоторые формулировки поменяются, но по сути, она не меняется, поэтому мы не увидели смысла особо и тут у меня наша презентация в таком же формате сохраняется. Необходимо набрать определенное количество баллов, то есть, по определенному количеству параметров, о которых мы сейчас скажем несколько слов, соответственно, таких параметров 10, максимальное количество баллов, которым по ним можно набрать 29, чтобы проект претендовал на всю субсидию, необходимо минимально набрать 18 баллов и более. соответственно, первый параметр на самом деле второй, первый, это там надо, нет, просто соответственно,